Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и сегодня я бы хотел обсудить интересную статью, которая посвящена как увеличить посещаемость сайта. Статья действительно очень классная, я обязательно с ней сейчас с вами поделюсь и мы ее с вами обсудим и коротко пройдемся по тезисам этой статьи. И первое, что я бы хотел сказать, что наша цель в сегодняшней статье именно поделиться нашим мнением, дополнить ее и дать свой, как говорится, список тем, которые я бы затронул. Суть заключается в том, что, допустим, вы находитесь в топ-10, ну и получаете трафик. Ну, вам нужно получать этот трафик и вы хотите сделать какие-то вещи, какую-то магию, чтобы подняться в выдаче с этих десятых мест на первые места. Так вот, существует действительно эта волшебная магия, которую нужно знать в SEO. Первый же момент – это так называемый структурированный ответ. И по этому поводу мы действительно делали большое исследование на нашем сайте, посвященное расширенным сниппетам. И вы можете познакомиться с нашей статьей, в которой мы рассказываем, как действительно, что такое расширенный сниппет, как они бывают, как они выводятся, по каким критериям они выводятся. Я делал большое исследование, посвященное именно расширенным сниппетам. То есть, и есть одно ключевые вещи, которые знают SEO-шники, собственно, кто занимается SEO. Расширенный сниппет показывается только по запросам особым, которые выводятся. И есть определенные критерии выбора этих запросов. То есть, не все запросы дают расширенный сниппет. Вопросы, запросы с предлогами, запросы сравнения показывают расширенный сниппет с определенной долей вероятности. Есть соответствующее исследование SEMRUSH, которое можно было изучить. Оно в 2018 году, за три года уже явно оно обновлялось. Можно изучить все эти данные, непосредственно перейдя по ссылке в нашей статье. Второй момент, что вы должны понимать, что самый часто генерируемый расширенный сниппет – это абзац. Абзац – это особый расширенный сниппет. И у него есть одна особенность. Он генерируется чаще всего как ответ на вопрос. И выбирается обычно абзац, содержащий не более двух предложений. Два предложения длиной примерно на 300 символов однозначно попадают в расширенный сниппет. Это вы должны понимать. Более того, вы можете собрать все запросы, которые действительно посвящены в расширенных сниппетах, по этому простому критерию. И здесь те запросы, которые выводятся, они будут генерировать абзац чаще всего. Поэтому едем дальше. И, конечно же, следующий список вопросов, которые я бы посмотрел. То есть всевозможные сравнения выводят подобные списки. Вот при помощи списка вы можете найти те запросы, которые вам нужны. Ну, собственно, сейчас вот на экране я специально вывел те виды расширенных сниппетов, которые работают. Это текстовые блоки определенной длины слов. То есть это оптимальная длина абзаца. Это, конечно же, как должен начинаться параграф. Он должен как-то обыгрывать ответ на ключевой запрос. Оптимальная длина любого списка – 8 пунктов. Не более 10 слов в списке. Таблица всегда сжимается до двух срок и не более трех колонок. Оптимально использовать, собственно, 5-7 строк в таблице, чтобы сниппет сработал. Это показывает этот самый еще. Изображение на сайте должно быть сверстанно в отношении 4 к 3. Да, они выводят те самые изображения. Оптимальное разрешение для графики – 600 на 425 в вашем сайте. Все эти рекомендации действительно работают и зарекомендовали себя. И мы, когда написали эту статью, мы провели оптимизацию наших клиентских сайтов и действительно вылезли в расширенные сниппеты. Так что этот метод рабочий, и я про него, собственно, могу подтвердить. Да, он имеет место быть. Следующий момент, который я бы зацепил, это, собственно, вот правильно говорят, это Knowledge Graph. Это такой вот специальный блок, который выводится, как у Википедии, у компании. Но, правда, он работает действительно для очень крупных. То есть при приотображении в графе знаний некорректных данных можно обратиться в службу поддержки для внесения изменений. Вот. Информация делается из Википедии. Что нужно сделать? Нужно попасть в Википедию. В Википедию попасть довольно сложно, учитывая, если вы хотите туда попасть чисто ради ссылки, то вам вряд ли это что-то светит. Либо вообще просто хотите попасть туда. Попробуйте туда попасть без ссылки. Первое время хотя бы просто как название. Может быть, вам привезет. А потом уже там уже добавьте себе ссылку как угодно. Карусель. Карусель выводится для определенных видов контента. Как вы знаете, да, собственно, музыки однозначно выводятся, там, фильмы выводятся по высокому блоку. И здесь нужны правильные критерии, это высокая посещаемость в углу угла. Карусель – это очень жирный способ, как говорится, заявить о себе, привлечь на себя контент. Но, я так скажу, не каждому клиенту светит карусель. Это действительно должен быть сайт-гигант по трафику, чтобы, ну, гарантированно цепляться на карусель. Вот. Какой тип контента выводится? Вот не с ним момент, что действительно книги, сериалы, заведения и объекты, там, города выводятся. А вот товара – нет. Для товара существует другой метод. Вот. Ну, конечно же, контекстная реклама. Все просто взяли, заказали, купили, настроили все рекламы на нужные запросы. Вопрос только, какие запросы вам нужны, за которые вы готовы платить, которые вам дадут клиентов. Не все запросы дают клиент. Это любой контекстник знает. Вот. Местные результаты. Буквально у нас в августе будет большой вебинар, посвященный продвижению вот этого блока Гео. Local Pack, его называют, блока с Google-картами. Так что советуем подписаться, следить за обновлениями. Мы будем эту тему обсуждать. Местные результаты – однозначно нужная тема. Я бы по поводу нее бы однозначно поговорил. Вот. Показ непосредственно себя по картам – это то, что нужно. Вот. Едем дальше. Список новостей. Список новостей – это такой тип блока, который выводится в виде новостных блоков, в виде главных новостей. Специальный блочок, в котором выводится чисто новость и больше ничего. И вот для того, чтобы попасть в Google Новости, на самом деле не так-то нужно много чего сделать. Нужно не забыть поставить микроразметку новостную. Во-вторых, нужно, конечно же, закинуть себя в паблишер Google. Оба эти метода могут помочь вам попадания в новостную разметку. Ну и, конечно же, нужно не забывать писать новости по конкретным темам. Нужно вовремя следить за новостями, любить Google Alerts. Ну и, конечно же, быть на стрие, чтобы писать новости очень быстро и оперативно. Мне иногда кажется, что будущее новостей будет предназначать роботам. MSN News фактически является агрегатором новостей и создает новости просто из других новостей. Вот. Изображения по запросу, так называемые имиджи, да, которые выводятся по запросу. Здесь простейший трюк. Для того, чтобы попасть в эту выдачу, во-первых, у вас должен быть прописан alt-tech, изображение должно находиться по четкому ЧПУ, и действительно у вас должно быть правильное название файла. Да, вот эти все вещи важны. Когда вы загружаете картинку, это не должно быть 0.0.33 имидж. Это должно быть четко прописано, о чем картинка уже в названии файла. У нее должен быть прямой URL, четкий ЧПУ. У нее должно быть правильно заполнено alt и title у этого изображения. И это тогда гарантированно поможет вам попасть в Google картинки, да и в Яндекс картинки тоже. Если что-то из этих пунктов пропустить, есть очень высокая вероятность, что ваши картинки будут показаны последними, как менее релевантные. Поэтому уделяйте внимание именно оптимизации картинок. Не просто размеру картинок, сжать картинки. Оптимизация имеется в виду текстовой картинок. Все, что нарисовано на картинке, должно быть четко оптимизировано. Помните, иногда мы сами ищем какую-то конкретную картинку и не можем ее найти. А она у вас есть на сайте, просто она названа, картинка 01. Это тоже такая больная тема. Сниппеты факт. По поводу раздела факт у нас даже есть отдельное видео, и мы рекомендуем его посмотреть, где мы рассказываем, как оптимизируется раздел факт. И, конечно же, специальная микроразметка фактпейдж позволяет ее вставить как в отдельную страницу, но и, самое главное, в страничку отдельной категории. Микроразметка фактпейдж очень популярна. Например, если взять запрос какой-нибудь купить на стену и часы, мы можем увидеть там у магазина эпицентра, есть специальный блок, где вот они выводятся. И вы видите, что здесь можно делать даже ссылки. Можно делать такую стрелочку. Это все выводится. Помните, Google показывает этот блок, если пользователь не находит его полезным. Если у него пользователь не находит полезным, не останавливается на нем, скорее всего, будет показываться другой блок. Например, вот от магазина секунда и тому подобное. Итак, едем дальше. Что у нас еще? Структурированный сниппет. Такой специфический сниппет выводится для ивент. То есть нужно, если у вас события, у вас должны быть события, размечены ивенты, то есть и тогда будет выводиться для конкретной категории страниц, если у вас микроразметка ивент, будет выводиться именно вот так, вот эти изображения, как они сейчас указаны на конкретном вот этом видео, на конкретном скриншоте. Быстрые ссылки. По поводу быстрых ссылок у нас была большая статья. Я сейчас даже ее постараюсь найти. Ой, по-моему, она занялась. Большая статья, посвященная быстрым ссылкам. Это, собственно, как получить эти самые быстрые ссылки для своего сайта. Они выводятся в основном только для главной страницы. Вы должны это понимать, и просто так их получить нельзя. Они могут выглядеть по-разному, то есть могут выглядеть красиво, могут выглядеть просто вот так, то есть простыми коротенькими. То есть это, правда, реклама показана. То есть они могут выглядеть иначе. То есть для того, чтобы, условно говоря, понять схему, да, у нас, условно говоря, есть главная страница с описанием, и в два ряда идут ссылки для быстрого описания. Есть определенные рекомендации, я не буду останавливаться. Для получения быстрых ссылок рекомендую прочитать нашу статью на нашем ресурсе. То есть получается, если мы резюмируем, нужно понимать, что Google – это не просто 10 элементов выдачи, где вы борете за первое, второе, третье место. Умный SEO-шник понимает, что иногда сдвинуть сайт, который сидит впереди, просто физически невозможно. А в случае, например, с Яндексом, так вообще невозможно, потому что там может сидеть сам сервис Яндекса на первом месте, и вы его никак не сдвинете, вы же не Яндекс. Вот, поэтому, да, здесь вам ничего не следит. Поэтому, если мы резюмируем, SEO-шник должен знать про особенности поисковой системы, знать, кто как она работает, какие методы для показа расширенных сниппетов можно внедрить, и четко составить чек-лист по оптимизации ресурса. Давайте подытожим. Для картинок, напоминаю, четкое ЧПУ, ну, человекопонятный URL, название файла текстом, альты, тайтлы четко соответствуют изображению. Очень важно соответствие изображению, а не конкретной странице. Если у вас страница посвящена игрушкам, а на изображении слон, не нужно писать игрушка. Нужно писать слон, там, игрушечный, к примеру. Вот, как-то так. Вот, это важный момент. Второй момент – это факт-пейдж. Для страничек категории факт-пейдж однозначно полезная штука, помогает поймать расширенные сниппеты там, где, условно говоря, вы их даже не ожидали поймать. Обычно страничку категории все пытаются запихнуть на SEO-текст. Не нужно SEO-текст. Вы подберите четыре вопроса минимум и напишите на них на одно большое предложение или на два небольших предложения, где-то на 300 знаков ответ. 300 знаков больше не нужно. Вот не нужно больше. Третий момент. Обязательно, то есть, вот если мы вспомним этот весь список, который я сейчас смотрел, местные результаты. Оптимизируйте свою Google-карточку. Просто зайдите, пропишите все данные в ней, заполните все. То есть, сделайте, чтобы в ней не было ни одного пустого места. Просто зайдите в Google My Business и добавьте туда все. Фотографии добавьте в фотографии. Наладьте процесс генерирования отзывов. Отправьте ссылочку, сделайте QR-код, распечатайте себе на заведении. Отправьте ссылочку менеджеру по работе с клиентами, чтобы он просил клиентов, которые завершили сделку, оставляли вам позитивный отзыв. У вас должен быть стабильный поток отзывов. Для того, чтобы попасть в другие, более жирные, расширенные сниппеты, попытайтесь добавить себе в Википедию. Настойте knowledge graph после этого. Если вы же занимаетесь определенным бизнесом, где выводится карусель, сделайте техническую оптимизацию, чтобы у вас выводилась та же самая карусель. То есть, соответствующую микроразметку для того, чтобы этот сниппет выводился. По поводу рекламы, ну, не забывайте, если в нише сидит сплошная реклама, выделяйте на нужные вам запросы, которые генерируют конверсии, выделяйте рекламный бюджет. Да, но никуда от этого не деться. Если вы знаете, что они гарантированно дают конверсию, ну, крутитесь по ним тоже. Не нужно лить на все, введите там, где действительно есть продажи. Для новостей, микроразметка News Article и Publisher, напоминаю еще раз, это вот, собственно, наши выводы. Надеюсь, более детально все проговорил. Если что-то забыл, напишите обязательно мне в комментариях. И также, если вам понравился этот формат видеоподкастов, дайте мне знать. И я буду рад всех вас видеть на наших следующих видео. Приходите на наши эфиры. Всем спасибо и до новых встреч.